но если рассмотреть внимательно почему человек контролирует то он напрягается каким-то состоянием то есть что дает ему контроль а если что-то нарушилась вот в этом процессе что-то неожиданно произошло возникла исчезла вот в прошлом подкасте мы это не трогали а сейчас я предлагаю все таки на это обратить внимание вот у человека который слушает подкасте вообще с этой темой сталкивается может возникнуть такой вывод что либо действительно оставаться в контроле либо пытаться отпустить контроль это это в общем то естественно ловушка почему сам источник сама абсолютная чистота она не делится на 2 правильно она неделима и если посмотреть вот допустим ты приходишь к выводу что надо отпустить контроль какая она твоя жизнь с отпущенным контролем вот эта крайность уйти от контроля бесконтрольность это развал всего то есть это как говорится та же скульптура только вид сбоку то есть это тоже искажение тоже иллюзия тот же захват и ловушка что и быть контролирующим то есть быть в тотальном контроле то есть бесконтрольность это действительно хаос это действительно как бы на самотек то есть смотри грубо говоря информационное поля подает взаимоисключающие сигналы. То есть, с одной стороны, поле навязывает о том, что надо быть ответственным, дисциплинированным, все контролировать, прямо или косвенно навязывает. А с другой стороны, соответственно, говорит, да, отпусти контроль. Человек между двумя этими координатами мечется. Знаешь, как обезьяна между умными и красивыми, не знает, кому прильнуть. Знаешь, что я бы сказала? Что на работе, это действительно закономерно, в бизнесе, на работе, еще где-то, где требуется дисциплина, какая-то ответственность. Ну, странно было бы человеку, который управляет какой-то техникой, сказать, слушай, отпусти контроль. Да неважно, в любом деле контроль, он имеет место быть, но очень важно, где находится человек по отношению к этому контролю. Он находится со стороны или он находится внутри? Так вот, давай с тобой и разберем, в чем разница, когда человек внутри контроля или он как сторонний наблюдатель по отношению к этой частоте, к этому алгоритму. Если человек не различает себя, то есть частоту себя и частоту парадигмы, частоту собственных каких-то концепций и шаблонов, он априори ими обусловлен. Правильно? Ну, то есть он внутри. Ключ заключается в том, что человек, прежде чем подступаться к контролю или каким-то другим алгоритмам, он должен сначала действительно ощутить самое себя. То есть ощутить себя и развлечение со своими мыслями. Это не одно и то же. Потом различить себя и свои чувства, свои ощущения, свои эмоции. То есть, чтобы все время была некая дистанция между первым и вторым. И когда это развлечение начнет происходить, запускаются процессы разотраждествления. И вот тогда можно уже подступаться к тому, что ты называешь контролем. А иначе кто будет разбираться с контролем? Кто внутри тебя? Получается, вот это масло масляное, то есть человек, находящийся в идее, то есть эта идея называется все держать под контролем, вдруг приходит к другой мысли, как избавиться от контроля. Ну, то есть, получается, он одной мыслью пытается победить другую. Как, знаешь, как говорится, одной дозой масла победить предыдущую дозу масла. Ничего другого там не будет, как только масло масляное. Такая-то автология. И человек будет это только уплотнять состояние, эту чистоту. То есть все его попытки избавиться от контроля его только усилят. И потому есть формула не против все злому, ибо оно множится. То есть ключ, как мы сейчас с тобой уже это проговорили, в том, чтобы человек был в разотождествлении, чтобы он видел эту программу, он видел эту чистоту, видел не глазами, как ошибочно думает человек, а внутренним ощущением. Так вот, смотри, а чем тебя, собственно говоря, не устраивает контроль? Давай начнем с этого. Вот тебя не устраивает контроль. Чем? Давай посмотрим причину на сам каркас. Ты хочешь уйти от контроля. То есть ты внутри себя обладаешь каким-то образом, а скорее всего он пытается обладать тобой или уже обладает, о том состоянии, когда не будет контроля. А ты рассмотри, что это за состояние, и есть ли оно вообще. может быть просто попытка от чего-либо избавляться и в частности попытка избавиться от контроля это заполнение себя какой-то деятельности, которая отвлекает тебя. Хорошо, есть вот этот контроль. Если ты можешь воспроизводить ситуацию разотождествления, где ты в наблюдении за собой и который контролирует что-то или взаимодействует с понятием контроля, то что такого? Ты же можешь в этот момент принять решение поддерживать эту парадигму живой, как говорится, воплощать что-то или не поддерживать. А получается, что вот эта парадигма есть, и ты сопротивляться ей не можешь. Но ведь взаимодействие, то есть перепрошивка и перепрограммирование, прокладывание новой колеи, оно делается пошагово. а не глобально. Принял решение больше не держать все под контролем. Но это же нереально. Тебя контролирует идея избавиться от контроля.